Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Инвестиционное развитие Самарской области происходит с хорошей динамикой. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Поступить в школу онлайн городские власти решили вопрос с возросшим интересом к зачислению в новое учебное заведение Октябрьского района. У выпускников российских школ начались госэкзамены, как организована безопасность во время сдачи ЕГЭ. Владимир Путин заявил, что инвестиционное развитие Самарской области проходит с хорошей динамикой. Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент подчеркнул значимость усилий регионов в условиях мировых испытаний ковид-ограничений. И главным критерием назвал инвестиционную активность. Среди лидеров выделил и 63-й регион. Кроме того, в инвест-рейтинге ОСИ Самарская область вошла в десятку лидеров России, заняв восьмое место по итогам 2020 года. К слову, в 2017-м регион был на 65-м месте в аутсайдерах. Напомним, что уже второй форум подряд, на котором президент упоминает Самарскую область среди лидеров развития. В 2019 году на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин также отметил впечатляющую динамику роста инвест-привлекательности Самарской области. Беспрецедентные масштабы перекладок теплотрасс и жесткий контроль. В Самаре и области продолжается подготовка к отопительному сезону. В среду проверяющие совместно с первым заместителем главы города Владимиром Василенко проехали по всем участкам, на которых уже ведется работа по перекладке и ремонту труб теплосетей. На каком этапе находится подготовка к зиме, расскажет Михаил Ермоленко. Работа по подготовке Самары к отопительному сезону идет полным ходом. Она стартовала во всех муниципалитетах сразу после окончания отопительного периода. В этом году в целом по области запланировано переложить порядка 70 километров теплотрасс. Это почти 140 километров новых труб, 54 из которых находятся в Самаре. Объем такого обновления коммуникаций стал возможным благодаря вхождению в новую зону теплоснабжения. Переходы на модель альткотельная, а также увеличению инвестиций. В этом сезоне планируют израсходовать 2,9 миллиардов рублей. Ситуацию на местах работы контролирует городская администрация и представители профильного регионального министерства. Стартовали мы намного раньше в этом году. У нас в конце марта было уже подписано постановление, не догадаясь, окончание отопительного сезона 2021. Мы подписали постановление, потому что 2021-2022, потому что в этом году объем перехваток намного больше, чем он был в прошлом году. Сегодня работают уже на 11 объектах. Мы все их объехали в рамках плановый еженедельный объезд. Жители на время ремонта теплосетей без горячей воды не остались. На участках, которые находятся в работе, смонтированы временные коммуникации для подачи воды. Работы выполняются с использованием современных технологий. На новых элементах теплосети крепят специальные устройства, которые будут автоматически отслеживать возникающие порывы на всем протяжении трубопровода. Эта система оперативного диспетчерского контроля работает на трубах, проложенных в прошлом году. В трубе проходят проводочки через изоляцию, которые при повреждении специальными приборами на каждой камере стоят блоки, через которые с помощью прибора можно определить, в каком месте произошел порыв до метра. То есть не нужно будет искать, прослушивать, то есть они смогут сразу определить, где нужно будет копать. Вопрос о подготовке к отопительному сезону губернатор области Дмитрий Азаров требует уделить особое внимание. Об этом он говорил в своем послании депутатам губернской думы и жителям. Глава региона подчеркивает, что одним из ключевых условий комфортной жизни является эффективная работа предприятий и организации жилищно-коммунального хозяйства. Если взять в среднем по области, процент выполненных работ, скажем так, от 15 до 20 процентов. Это мы говорим и про перекладки, и про подготовку объектов коммунального комплекса. Выполнение данных работ позволит значительно снизить аварийность, повысить качество предоставляемых услуг, ну и, соответственно, бесперебойность. При замене изношенных труб практикуется комплексный подход. В районе улиц Печорской Авроры трубопровод заменяют сразу на трех участках в трех направлениях. Ко второй половине дня 11 июня такие работы будут выполняться на трех объектах на теплотрассах по проспекту Кирова, в районе улиц Мяги и Мариса Тореза и на перекрестке улиц Печорской Авроры. С задачами планируют справиться за длинные праздничные выходные, чтобы к началу рабочей недели открыть движение. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков, События. Теперь перевести учеников в новую школу на пятой просеке можно онлайн. Власти отреагировали на возросший спрос к этому учебному заведению. Чтобы избежать очередей, заявления о приеме можно подавать не только при личном обращении в школу, но и через специально разработанный портал образовательных услуг. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Онлайн тоже можно. Городские власти решили вопрос с возросшим спросом на зачисление в новую школу номер 26 в Октябрьском районе Самары. Утром 7 июня для учеников со 2 по 8 класса стартует электронная запись. Подать заявление о приеме можно через образовательный портал. Та система, которая будет использоваться для подачи заявлений, она уже не первый год используется. Попросили, чтобы коллеги из Министерства образования предоставили нам отдельную надстройку для подачи заявлений именно в эту школу. С учетом востребованности со стороны общественности. Технических сбоев не будет. Система ничем не отличается от традиционной электронной подачи заявлений в первый класс, где спрос кратно больше. Но дополнительные разъяснения все равно провести необходимо. Для этого руководство школы, представители департамента образования Октябрьского района и прокуратуры встретились с родителями-активистами. Спасибо большое. На самом деле очень приятно, во-первых, что администрация позвала, что выделила время. Все рассказала, все показала. То есть это очень радует. Я думаю, что вопросов уже нет. Сейчас все максимально доступно, все максимально открыто. Актуальная информация появится в родительских чатах. Кроме того, администрация школы обзвонит каждого родителя, который обращался в школу. При этом заявление можно принести и лично. Оно также будет обработано специалистом школы и внесено в единую электронную базу. Никто родителей не оставит наедине с какой-то их проблемой. С каждым родителем, с каждым ребенком в индивидуальном порядке будет решаться вопрос. В случае каких-то технических сложностей он не мог поучаствовать или еще по каким-либо причинам. То есть они всегда смогут обратиться как в прокуратуру района, мы довели эту информацию, так и в администрацию района. Большая часть родителей уже были в школе. Они присутствовали на родительских собраниях. Поэтому у администрации школы есть понимание, какое количество людей потенциально планирует сюда попасть. Из всех поданных заявлений будет сформирован реестр. В соответствии с ним и будет проводиться зачисление в школу. Родители смогут его увидеть на официальном сайте учебного заведения. Прежде всего местами будут обеспечены дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Что важно, в школе мест хватает. Это отчетливо видно на примере зачисления первоклашек. Само здание в одну смену может обучаться на 600 мест. Но мы, конечно же, реагируем вообще на все социальные запросы, которые у нас присутствуют на данный момент. Конечно же, квота расширяется. Сейчас мы уже набираем 8 первых классов, расширяем эту квоту. Прием оригиналов документов будет осуществляться не в день подачи заявления, а по графику, установленному школой, начиная с 15 июня. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. В четверг самарские 11-классники сдавали первый госэкзамен. Это испытание по одному из обязательных предметов – русскому языку. Обеспечить максимальную безопасность школьников в пунктах сдачи ЕГЭ такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров. Как с ней справились, узнала Мария Левина. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу проработать безопасность в самарских школах, особенно в период сдачи единого государственного экзамена. Ни в коем случае здесь нельзя останавливаться на достигнутом и снижать птиц. Наша задача – предупреждать возможную угрозу террористического характера, кратично реагировать на все тревожные сигналы и штатные ситуации, работать на убреждения и, конечно, продолжать системную работу по техническому оснащению. Дети, родители, учителя должны чувствовать себя в полной безопасности. Сейчас видеокамерами оснащены более 60% учебных заведений. К концу года все самарские школы должны быть оборудованы системой видеонаблюдения. Сегодня выпускники сдают один из обязательных экзаменов – русский язык. На одном из самарских пунктов аттестацию проходят 160 человек. Помимо камер видеонаблюдения, которых здесь установлено 40, как в самой школе, так и по периметру прилегающей территории, на входе к двум уже имеющимся добавились два дополнительных металлодетектора. Сама школа проверяется регулярно и на требования террористической безопасности, и сам пункт ЕГЭ непосредственно и перед проведением процедуры экзамена проверяется соответствующими службами. И все аудитории проходят, в том числе и техническую готовность. Государство в государстве. За пунктирной линией заканчивается территория школы и начинается площадка пункта сдачи экзамена. Пройти сюда, если личных данных нет в списках, невозможно. Даже охранник, который несет службу в метре от пограничной линии, за ее пределы ступить не имеет права. Тут очень все хорошо оснащено. На входе находится физическая охрана, находятся детекторы металлоискателей. По всему зданию, на всех этажах находятся видеонаблюдения. В общем-то, здесь и, конечно же, безусловно, мы говорим о организаторах, которые тоже несут часть ответственности за здоровье и жизнь детей. Поэтому я считаю, что пункт оснащен достаточно хорошо. Меры безопасности здесь соблюдаются не только в дни сдачи ЕГЭ, но и в оставшиеся. В школе установлена умная система «Безопасный город». Сим-сим, откройся. Но с этим турникетом не все так просто. Попасть внутрь может лишь человек, который есть в базе данных. Эта система считывает по лицу. Кроме того, в базу данных внесены преступники, которые сейчас находятся в розыске. Если вдруг кто-то из них окажется в фокусе внимания вот этой маленькой камеры, то в считанные минуты в школу прибудет отряд полиции. Все образовательные учреждения в Самаре сегодня оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами и системой противопожарной безопасности. В планах к 2023 году оснастить их системами оповещения об эвакуации. Отремонтировать ограждения по периметру школ и вузов, там, где это необходимо. И абсолютно во всех школах региона оборудовать посты охраны. Справиться с этими задачами Дмитрий Азаров поручил до нового учебного года. Мария Левина, Николай Сидоров. События. А вот родителям тех школьников, которые еще не выпускаются, предстоит подумать, чем занять ребенка в ближайшие три месяца. Психологи советуют гаджеты не сбрасывать со счетов, но строго ограничить время их использования. А в остальное время осваивать настольные игры и старые добрые забавы советских школьников. Обо всем подробнее Гольфия Сафина. Впереди у детей три месяца лета, а значит, времени для игр хоть отбавляй. Вопрос, чем занять ребенка, актуальный как никогда. Родителям важно, чтобы игры принесли пользу как умственному и эмоциональному, так и физическому развитию чада. Но, конечно, большинство детей сразу хватается за гаджеты. Справедливости ради психологи подчеркивают, что пара плюсов от видеоигр все же есть. Там даются интеллектуальные задачки, которые не всегда можно сделать просто в таком формате. И когда ребенок становится старше, игры становятся сложнее. Безусловно, появляется возможность контактировать на разных языках. Не зря же устраиваются целые чемпионаты по компьютерным играм. Дети, которые осваивают компьютерные игры, с удовольствием идут в робототехнику. Они умеют программировать. Впрочем, с родителей ответственности это не снимает. Прежде чем оставить ребенка наедине с компьютером или телефоном, нужно убедиться, что игра, которой он увлечен, не содержит жестоких сцен. Игры, в которых главный герой бессмертен, тоже лучше исключить. Психологи советуют установить четкие временные рамки. Не более двух часов в день перед монитором. И лучше следить за его поведением. Если ребенок стал агрессивным, это сигнал, что наступила зависимость. Чем продолжительнее время, тем мы лишаем гармоничного функционирования человека в этом мире. Он как бы забирает свободное время, отведенное ему на непосредственные взаимодействия с окружающими, на физические упражнения, на спорт и так далее. Не стоит забывать и про игры на свежем воздухе. Можно погонять мяч или устроить заезды на велосипеде, самокате, роликах. Главное помнить ПДД. А еще неплохо бы вспомнить командные игры, которые когда-то объединяли детей всего двора. Это казаки-разбойники, светофор, классики, вышибалы, резиночка, прятки, салочки, жмурки. Список можно продолжать до бесконечности. Тут главная ваша фантазия. Очень много сборников игр. Спортивные игры вообще на свежем воздухе. Помогают развиваться физически, помогают хорошо дышать, улучшается кровообращение в голове. Но помимо физического развития, конечно же, не стоит забывать о том, что дворовые игры командные. Это прежде всего общение детей друг с другом, живое общение. Дворовые игры развивают навыки коммуникации, помогают ребенку прочувствовать нормы и ценности культуры, найти друзей, развить быстроту реакции, ловкость, смекалку и выносливость. В Самаре этим летом запущена целая программа, призванная возродить традицию дворовых игр. На разных детских площадках внутри дворов будут проводиться эстафеты и игры с участием педагогов Центра экологии детства. Если в вашем дворе зазвучала музыка, значит игры пришли и к вам. Присоединяйтесь. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. Сегодня при создании новых современных производств внимание уделяется не только их мощностям, но и количеству вредных веществ, выделяемых в атмосферу. Один из главных двигателей строительных заводов России, ОДК Кузнецов, в конце прошлого года открыл новый гальванический цех и реконструировал множество других производств на своей территории, включая очистные сооружения, чтобы обеспечить высокий уровень экологической безопасности. Как работает современное производство, оценил Михаил Ермоленко. Технические отходы 13 производственных помещений завода Кузнецов выводятся на эти очистные сооружения. Чтобы повысить экологическую безопасность, здание 1974 года постройки в 2020-м реконструировали. Поменялся процесс очистки воды, который на протяжении 40 лет оставался неизменным. Сейчас на предприятии применяют метод напорной флотации. Под давлением воды появляются пузырьки воздуха. Они смешивают в специальной камере и выбрасываются во флотатор, в котором наверх всплывает пена с тяжелыми металлами. После очищенной воды уходит у нас на блок до очистки, а вспененные тяжелые металлы фильтруются на фильтропрессах, спрессовываются и вывозят на полигон для дальнейшей утилизации. Сейчас вода в резервуарах очищается на 99,9%. Происходит это благодаря новому частично автоматизированному блоку до очистки. После прохождения цикла воду отправляют на проверку в лабораторию, где и выносят окончательный вердикт о ее насыщенности тяжелыми металлами. Использовать в производстве и пить ее нельзя, но для полива и помывки асфальта она вполне пригодна. При создании нового автоматизированного гальванического цеха на Кузнецове также учли новые требования экологической безопасности. До сих пор все опасные вещества вместе с водой отправлялись на очистные сооружения завода и затем на полигон. А сейчас жидкость из гальванических ванн проходит по замкнутому кругу, очищается и поступает на долив прямо в цехе. У нас существует четыре вида основных стоков, которые также полностью мы очищаем от загрязнений. Потом данную воду возвращаем обратно в производство. То бишь она не как в основных производствах, до определенных допустимых концентраций снижается и сбрасывается в канализацию, а здесь она полностью очищается, и эта вода оборачивается обратно в производственные процессы. Особое внимание проблеме экологии Самарской области уделил губернатор Дмитрий Азаров. В своем послании депутатам Губернской думы и жителям он призвал руководителей всех предприятий, представляющих опасность для окружающей среды, снизить негативную нагрузку на экологию региона. Завод Кузнецов – пример предприятий, которые уже воплощают указ губернатора. За последние годы объем неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги, снизился на 16%. Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой мы живем. Воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Благодаря жесткой позиции главы региона общий объем промышленных выбросов уже удалось сократить на 7 тысяч тонн по сравнению с тем, что было в области 5 лет назад. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В России из-за пандемии, закрытия границ и оттока мигрантов наблюдается нехватка рабочих рук. Восполнить их недостачу предложили с помощью осужденных. По закону они имеют право на принудительные работы вместо заключения под стражу. Сколько вакантных рабочих мест готовы заполнить осужденные регионы и в каких организациях такая практика уже применяется, расскажет Мария Левина. Вот наше утро начинается с чашечки кофе. Завтракаем, собираемся на работу. Вводные процедуры, завтрак и сборы на работу. По такому графику живет большинство россиян, от которых отбывающего наказание в одном из исправительных центров Самары Андрея отделяет КПП в общежитии и круглосуточный контроль сотрудников силового ведомства. Моя утреная проверка проведена, все налицо. Оперативный дежурный. Принял. Пять последних лет Андрей провел в местах лишения свободы. В конце прошлого года его перевели в исправительный центр на принудительные работы. По сути, это обычное общежитие, куда осужденные обязаны приходить ночевать, а день отбывающего наказания проводят на работе. Труд исправляет. Я считаю, что исправляет человека. Потому что человек стоит на путь исправления и выходит на свободу уже, будем так говорить, другим человеком. Ну, естественно, и финансовая составляющая тоже. То, что я получаю зарплату, мне позволяет вести нормальный образ жизни как нормального, свободного человека. У нас есть возможность общения с родственниками, с близкими, свободный выход в город, интернет, мобильная связь. Проходим полную адаптацию. Из-за нехватки рабочих из ближнего зарубежья встал вопрос о том, кем их заменить. Глава Вселенной России предложил использовать для этих нужд осужденных, которые заняты принудительными работами. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. В Самарском регионе трудоустройство осужденных налажено с 2017 года. Но если сначала такая возможность была доступна лишь тем, кто отбывает наказание впервые, сидит по легким статьям и первые годы провел в колонии, где не нарушал режим, то после изменений в законодательстве в 2019 году принудительные работы стали доступны и тем, кто совершил серьезное преступление и рецидивистам. Однако в этой ситуации у осужденных нет права на ошибку. В противном случае их снова отправят в колонию и уже без права на условно-досрочное освобождение. Появляется большая мотивация отбыть наказание в более мягких условиях, оставшееся в обществе, рецидивизироваться, то есть уже приобщиться и выйти уже в людини из колонии, не зная, куда податься, где документы восстановить, где трудоустроить. Здесь они уже будут трудоустроены. Сейчас проводится работа с крупными бизнес-сообществами, с предприятиями, в которых есть возможность открыть общежитие на территории своей организации с постоянным проживанием осужденной, которые будут привлечены на этом производстве. Такое сотрудничество выгодно и предпринимателям, им не будет мешать языковой барьер, как в случае с мигрантами. К тому же они получают дисциплинированных сотрудников, за поведением которых следят сотрудники в СИН. В связи с закрытием границ и отсутствием иностранной рабочей силы, которых мы используем порядка 20% на предприятии. Мы были рады, что УФСИН Самарской области предложил нам поучаствовать в социальном проекте по трудоустройству осужденных. Мы попробовали, начали работать и видим в этом только положительные стороны. Мы видим долгосрочность сотрудничества, мы понимаем, что люди к нам пришли надолго. Мы надеемся, что после окончания срока они останутся работать у нас на предприятии. Сейчас в Самарской области работают два исправительных центра. Оба они заполнены. Попасть на принудительные работы на самарские предприятия изъявили желание еще 2000 осужденных. Мария Левина, Николай Сидоров, События. 3 июня во всем мире отметили День велосипеда. Праздник был установлен для признания значимости этого средства передвижения как удобного, доступного и экологичного вида транспорта. О пользе катания на двухколесном не устают говорить врачи. Как правильно подобрать спортивный инвентарь, какова его средняя стоимость и можно ли продлить себе жизнь, если каждый день ездить на велосипеде, расскажет Мэри Илчан. Велосипед уже давно стал любимым средством передвижения самарца Алексея Басова. На нем парень добирается в любую точку города, объезжая пробки, не загрязняя окружающую среду, используя для здоровья. Алексей готов кататься на велосипеде сутками. Рассказывает, однажды совершил марш-бросок от Самары до Тольятти. На работу хожу пешком, но вот, допустим, куда-нибудь отдохнуть, это, естественно, на велосипеде, по магазинам 100% на велике. Потому что, ну, и быстрее, и как бы вообще удобнее. Это как бы можно и стресс снять, то есть надел наушники, включил любимую музыку и помчал. То есть едешь, отдыхаешь от работы, от каких-то там своих забот, проблем. 3 июня во всем мире отмечают День велосипеда. Этот вид транспорта пользуется популярностью уже 200 лет. Специалисты советуют выбирать железного друга тщательно, чтобы не выбросить деньги на ветер. В первую очередь, учитывать такие факторы, как местность, по которой вы будете кататься, и манеру езды. Кроме того, важны вес и рост. Велосипеды бывают горные, трюковые, шоссейные и городские. Средняя стоимость велосипеда, если мы берем качественные бренды, это будут где-то начинаться взрослые от 35-37 тысяч. Подростковые где-то в районе 25-35 тысяч рублей. Шоссейные велосипеды, сегмент чуть подороже, будет начинаться где-то в районе от 90-95 тысяч рублей. Стоит отметить, что велосипед – это отличный пример экологичного городского транспорта. Нет выбросов, не требуются большие парковки, он достаточно мобилен, и на нем можно преодолевать большие расстояния. Кроме всего прочего, по словам медиков, тренировки на велосипеде помогают предупредить множество серьезных болезней, таких как проблемы с сердцем, диабет и рак. Это тот вид спорта, который дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это идеальная кардиотренировка. Эта тренировка укрепляет сосуды, укрепляет сердечную мышцу. Она прекрасно тренирует дыхательные объемы легких, укрепляет дыхательную мускулатуру. Это куча удовольствия, масса гормонов радости. Хотя было недавно датское исследование, где было показано, что регулярная езда на велосипеде прибавляет человеку 14 месяцев жизни. Велоспорт не только поможет поддержать физическую форму, но и расслабиться и приятно провести время. Однако стоит помнить, что во время катания на велосипеде задействуется огромное количество мышц, что дает нагрузку на суставы. Поэтому существует и ряд противопоказаний. Например, воспаление суставов, проблемы с позвоночником, нарушенная работа вестибулярного аппарата или грыжа. Мэри Елченко, Константин Голобин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин